Добрый день! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Майор Хасанов Ильнур Халилуллович, заместитель начальника штаба 126 полка, гость национальной гвардии Российской Федерации. Это так называемая Росгвардия? Это Росгвардия, да. Понял. А дата рождения ваша? 8 марта 1989 года рождения. Понял. Вы понимаете, что это добровольная беседа? Да, я понимаю, что это добровольная беседа. Вы даете согласие на записи и публикацию этого интервью? Почему? Ну, чтобы вернуться домой, пообщаться в данный момент с родными, чтобы знали, что я жив-здоров, то нахожусь в плену. Как вы думаете, ваша жена знает, что вы в плену? Я думаю, догадывается. Догадывается. А может и нет. То есть, основная ваша цель – это засветиться? Ну, у нас простая беседа. Я вас понял. Нам не надо подбирать слова, мы не говорим, можно даже... Да, чтобы знали, что я жив-здоров в данный момент. Понятно. Вы были, по сути, свидетелем того, как недавно состоялся обмен и уехало много в плену. Да, совершенно верно. Что поменялось после обмена? После обмена практически ничего не поменялось, отношения остались также на прежнем уровне. Кормят, выдали постельное белье, одеяло, карематы. Спим на кроватях, двухразовое питание. Ну, в принципе, не жалуемся. В этом месте сейчас все нацеплют, что вы заставили его это сказать? Я вас заставил сказать то, что вы сейчас произнесли? Нет, никто меня сейчас, в данный момент никто ничего не заставляет. Говорю правду, как оно есть. Мы, когда предварительно с вами общались, показывали видео людей, которые вернулись. Они находились с вами в СИЗО здесь. И вы видели, что они говорили, что еды нет. А, вы про видео, которые... Да, которые стали включить вам еще раз? Нет, я помню, помню. Интересно, что вы прокомментировали это. В данное видео? Да, их много. Давайте я еще раз включу. Потому что у нас, получается, мы забрали наших солдат, защитников. Они изморены полностью, чем только можно, голодные, без медицинской помощи. А ваши... Не знаю, сейчас. Тут вырежем, пока я ищу. У нас просто интервью записывается на одном кадре. Не как там у ваших скобеевых пропагандистов, вот такие жесткие нарезки. Да, у нас нет монтажа, чтобы потом нам не сказали, что мы манипулируем, что-то перекручиваем, какие-то факты. Поэтому это тоже наша, по сути, политика. Это видео-иде Леонтьев, Брашкин, вот эти вот видео. Вот это я слышал, да, то что две ложки давали. Я попал после того, как я отбился от группы, попал под обстрел, ну, противника, произведения какой-то частный. Этого вы не знаете, да? Он, наверное, соседним был. Кормить не кормили, давали только воду пить, бутилированную. В промежутках между, не знаю чем, нахождением сознания, вне, как его, ну, нахождение сознания, да, были слышны очень сильные, как над людьми, с теми, с кем я лежал в этом же плену, лежал в прямом смысле. Почему он смеется? Не знаю, почему. Ну, вы же его знаете, он с вами. Это... С бородой. С бородой, который был. Да, Брашкин. Слесловый лежал в одних трусах и... Вы в трусах? Да нет, вот, в чем я пришел, в этом я и лежал. Ну, а про что он говорит? Брашкин с коротким вокруг кого, больше ничего не на мне, а, как оказалось, потом на других ничего не было. Мы лежали на кафеле, и вот я слышал, как... Вы на кафеле лежали? Нет, я же ранее сказал, что спим все на кровати. Все на кровати, нет, чтобы ни один человек спал на кафеле. С ними обращались, как их пытали, как они кричали, когда... Почему вы здесь? Как мы потом узнали, подключали... Не знаю. Ну, каждый сам человек, сам венец своей судьбы на... Ну, мы потом в России начали называть его электрофорезом. Как же били? И вот эти крики, стоны были, честно, очень ужасные. Настолько ужасные, что ты лежишь с закрытыми глазами, не знаешь, кто будет следующий. Кому из нас не повезет, кого следующего заберут. Ну, было очень страшно. Десантки, как нам принесли, принесли на МСЛ, как бросили на кровать, это... И как мы у него потом спросили, его... Еще раз сначала. Да я его просто слушал, я понял. Давали только воду пить. В промежутках между... Видно по нему, как он похудел, да? Да. Две ложки говорить давали вам. Давайте мы... В интервью, ваше уже мы провели их очень достаточно много. Мне интересна вот эта вот история. Мы отдали 55 человек состоянием на сейчас. Уже 11 человек сказали, что их всех пытают. Не кормят. Спят голые в трусах на кафеле. Вот и целый товарищ майор, скажем так. Кормят два раза в день. Еды приносят достаточно. Не две ложки, как он данный военнослужащий сказал. Вот. Два раза в день. Хлеб черный, белый дают. Спим мы на кроватях. У каждого постельный каремат. Укрываемся одеялом. Одеты. В чем мы приехали, то и носим. Никто в трусах не ходит. Купаемся, получается, если по очереди, ну, раз в неделю. Выпускают туалет. Как вы можете объяснить, почему человек вот так вот сразу перевернулся? Ну, это прямой термин, прямое слово. Да, в другую сторону, так скажем, повернулся. Я думаю, это, скорее всего, человек, скорее всего, воспитание. Мне так кажется. Если он справедлив и честен, он не перевернется. Он будет говорить так, как оно было и есть. Вы справедливый? Я справедливый. Я их своим подчиненным всегда относился справедливо. И за это меня уважали. Когда вас поменяют, я уверен, вы скажете то же самое, что его. Когда нас поменяют? Когда вас поменяют, вы вернетесь? Приедет вот эта вот помойка Russia Today или как-то канал это? Не знаю, я первый раз видел RT. RT, это Russia Today, ваш пропагандистский канал. Неважно, у вас будут брать интервью, я уверен, что вы скажете то же самое, что вас не кормили. Я скажу правду. Как оно есть? У меня совесть не повернется сказать, что зачем я буду обманывать, если когда оно не так. Он тоже говорил? У каждого человека своя личность. Как это происходит? Давайте вы майор, офицер, старший офицерский состав. Правильно? Как это происходит? Забрали пленных. Ваша армия забрала вас. Я так понимаю, с ним надо провести какие-то беседы. По прибытию, вообще, после плена, я так понимаю, должны пройти медицинские обследования. Ну, они в госпитале их. Ну, состояние здоровья, ну, это, конечно, первую очередь. Потом это уже психологическое исследование. Это можно, психологи будут работать с каждым, что и как. Ну, состояние его, там, тесты какие-то порешать должны по-любому. И после этого только, там, реабилитационный отпуском может военнослужащий стать в строй. Вы тут упустили один момент. Момент называется, кто с ним побеседовал. Я же про это спросил. То, что вы рассказали, это типа логично, типа правильно так должно быть. Кто с ним мог побеседовать? Да, кто с ним работал, что он так перевернулся. Потому что на интервью он рассказывал совершенно другое. Честно, я могу вам ответить на этот вопрос. Ну, давайте подумать. Мы находимся здесь, они находятся там. Ну, может, кто-то повлиял на него. Кто? Кто там, товарищи, кто с ним есть. Может, кто-то, когда они ехали вместе в автобусе, с кем он ехал, мы вот пообщались, сказали, сообщаем, давай скажем по-другому, что относились так. Ну, у всех своя какая-то жизненная цель. Я не знаю, почему он так сказал. Но он соврал? Давайте определяться. Он? Да. Он соврал. Ну, это честный поступок? Это не честный поступок. То есть, интервью, оно, по сути, нашим людям уже надоело слушать ваши истории. Вы не убивали? Нет, не убивали. Не стреляли? Нет. Вас обманули? В чем? Вам сказали, что вы не будете на первой линии, будете где-то в тылу. Не, мы на первой линии не были. Мы Росгвардия, у нас другие задачи. Что вы тогда делаете здесь передо мной? Мы выполняли задачи по охране общественного порядка. Хорошо, тогда вас бросили. Я сейчас перечисляю все тезисы вашего интервью. Хорошо. Ну, то есть, мы уже знаем все эти истории. Я уверен на сто процентов, что вы, как майор, не расскажете мне ничего нового. Нет, нас никто не бросил. Не бросили? Нет. Вы сами сдались? Нет, история, как мы попали в плен, это совсем по-другому все было. О, расскажете. Ну, мы дойдем еще до вашей истории. Давайте до конца разбираться. Вы перечислили, что, возможно, они между собой сговорились. Давайте скажем вот так вот. Ну, просто... Возможно. Это первый вариант. Второй вариант. Вы сказали, что, может, кто-то их попросил. Так сказать. Кто эти люди? Так я не могу ответить. Нет, ну, вы майор, вы знаете... Хорошо, это могли быть спецслужбы? Спецслужбы? Не знаю. Да, вряд ли сейчас они в госпитале находятся. И в тот же день могут спецслужбы работать. Я думаю, нет. Ну, это было в четверг. Четверг сегодня, наверное, суббота. Четверг ночью они приехали, пятница. Вчера целый день был. Кто может заставить человека в здравом уме? Корреспонденты могут. Зачем? Журналисты. Журналисты могли прийти и сказать, нам надо, чтобы ты сказал так. Там, как вам ответить-то правильно? Не-не-не, это очень правильный посыл, я про него не думал, кстати. Вот у каждого человека в голове вот то, что он думает, то и он скажет. Как я сейчас могу вам ответить так, что правда это будет или нет? Я говорю по этому товарищу, свои только догадки, кто мог на него повлиять. Как я ранее перечислил. Другие товарищи. Другие товарищи. Журналисты. Журналисты могут повлиять. Два, да. Кто еще может? Я думаю, пока командиры с ними не беседовали, это мне говорят 100%. Да. Они будут беседовать по прибытию только в воинской части. Да. Так как они сейчас находятся в госпитале и на лечении, вряд ли командир приедет. В ФСБ у вас нету такой организации? В ФСБ есть. Что они делают? Ну, своя у них работа. Понятно. ГРУ есть у вас? ГРУ есть. Они что делают? У каждого своя работа. Они могли профилактировать этого Брашкина? Да, вряд ли. Хорошо. Значит, у нас остается два по сути варианта. Первый вариант он сам. Он мог сам поменять мнение? Конечно. Раз. Второй вариант журналисты. Могли. Могли, да. Все, больше вариантов нет. Ну, и типа договорились с товарищами. Третий вариант. Ну, это самый бредовый, потому что как бы... Ему самому менять мнение для чего? Для того, чтобы вызвать к себе жалость? Скорее всего, да. Ну, глядя на него, улыбающегося, довольного, откормленного чувака, он не вызывает жалость. Вы же показывали фотографию, каких нам передали? Да, я видел. С рукой, которая была. С рукой, да. То есть... Да, да, на 4 сантиметра меньше говорить. Вот это с вот этим довольным, улыбающимся, откормленным лицом можно сравнить? Нет, конечно. Хорошо. Ну, жалость он не вызывает ни у кого. Там в комментах уже написали к этому видео. Журналисты. Можно назвать журналистов журналистами, если они заставляют менять мнение человека? Как вам ответить? Как думаете? Ну, я думаю, все может повлиять на него. И журналисты, и сам может. Чтоб его пожалели. Может, какие-то он ожидает выплаты. Я не знаю. Честно. Что у него в голове, у этого товарища. Знаете, что сейчас в комментариях напишут подписчики, которые увидят этот ролик? Его? Не, ваш. Знаете, что? Что? Что он не хочет отвечать, потому что он боится за себя. Он боится за возвращение. Вы думаете, вам кто-то поверит? Я вам не верю. Вы четко знаете ответ на этот вопрос. Приехали ваши спецслужбы и заставили его это сказать. На камеру. Для чего? Для того, что здесь нацисты. А вы пришли освобождать от нацистов. Правильно? Правильно. Мы про это и будем говорить. Логика такая простая, как бы, как дважды два. Я знаю, что вы всех, кто курил, бросили курить. Да. Это хорошо или плохо? Для кого-то хорошо, для кого-то плохо, наверное. Нет, ну... Курение вредит здоровью. Курение вредит здоровью, это понятное дело. Мы не призываем. Плем вредит здоровью. Но только у вас, они откормились. Ваши коллеги у нас в плену, у нацистов. Но тут выяснилось, что вы курите, вредите своему здоровью. Поэтому я так понял, что вам ограничили доступ к сигаретам. Ну, будете здоровее. Я предложил, короче, сегодня, можете... С весами расскажите, что я придумал. А, с весами? Это креатив. Эксперт по всему. Получается, мы сейчас взвешиваемся на весы, ну, показывают, какой у вас вес. И по убытию тоже будем взвешивать, сколько мы набрали, либо скинули. Да. А для чего мы это хотим? Это я предложил. Я не знаю, разрешат это делать или нет. Это я попрошу, чтобы произошло вот это видеофиксация веса военнопленного. Но, чтобы потом... Потому что один из тех, который тоже уже выложил видео, что он голодал, не кормили, набрал плюс 6 с его слов. Я бы не увидел, что он реально набрал. Но вот в таком интервью, в нарезочке... Вы же понимаете, что нельзя приехать и взять интервью на 2 минуты. Ну, физически. Нет, конечно. То есть это должен быть цельный ролик, там, такой на 30 минут на час. Герои вернулись из нацистского плена. Ну, именно чуйку меня там пытали, не кормили, спал на плитке. Мальчик в трусиках вспомнил историю. Распяли. Да, поэтому я попрошу, возможно, сделаем такой эксперимент. Взвешивание... Взвешивание. На весах. Вам не интересно самим? По весам? Да. Потому что я всегда слежу за своим весом, как бы. Какой у вас вес? Когда я уезжал, я весил 69. Из дома, когда уезжал, я весил 69 килограмм. Я не взвешивался. Вы нормально питались во время войны? Да, нормально питались. То есть так и было приблизительно? Да, 69 килограмм. Сейчас в плену? Ну, сейчас, я думаю, килограмм может... Ну, я сейчас чуть худну, обманывать не буду, похудел. Ну, килограмм 66 максимум. Еды, которые вам дают, вам достаточно? Еды, да, достаточно. Ну, я просто видел, что вы не все доедаете. Ну, да, мы как бы с ужина оставляем на завтрак. Чего? Еды. Еды? Да. А чего? Ну, потому что он на два раза, как помню. А, что? Ну, да, утром встать. И хватает того, чтобы... Чуть-чуть перекуси, да, кусочек хлеба, там, чуть-чуть кашки, то, что останется, мы кушаем утром. На следующий день. Чувство голода есть? Чувство голода, оно есть всегда. Знаете почему? Потому что не хватает все равно в организме каких-то... Ну, сладкого все хотят в основном. Ну, извините, конфеты... Ну, нет, ну, это понятное дело, да, не будет. Ну, да, сладкого хочется всегда. Короче, мы не раскрыли тему, зачем это делают и кому это выгодно. Зачем заставляют давать такие интервью? Почему мы его заставили и так сказать? Да. Ну, мне кажется, это первый вариант, то, чтобы ему отнеслись к жалости. Чтобы ему могут в госпитале полежать, могут какие-то выплаты получить. У меня такой вариант по данному военнослужащему. Ну, их там много. Вы же, ну, понимаете, что уже 11 человек, как сказал. Ладно, давайте вернемся к вашей истории. Вы целый майор, зашли в Украину 1 июля. Июля, да. Зачем вы сюда пришли? Прибыл я на замену своего товарища 1 июля, чтобы его заменить. Так как он находился здесь с первых дней. Вот, ну, он пробыл, получается, более пяти месяцев. Вот, и я приехал его поменять. Откуда вы приехали сюда? С Назране. Назране-то где? Республика Ингушетия. Ингушетия. Это сколько сюда лететь? Ну, до куда именно? Ну, до места, куда вас привезли. Ну, мы ехали. Ну, грубо говоря, ехать. Ну, пусть сутки ехать. На х*** вы ехали? Да. Не долго. Думал, это дальше. Типа там 2000 километров, 1000? Ну, где-то так, да. Да, приехали вы в какой город? Недалеко от Белгорода. Понял, Белгородское направление, Харьковская область. Да. Долго, много у вас приехало? Да нет, немного. Человек, наверное, где-то 50, по-моему. 50, понял. А расскажите, воинская часть у вас, это еще раз... Росгвардия. Росгвардия. Какая у нее численность в части? По численность, ну, где-то, наверное, где-то 800. Много ли не принимало участие? Нет, немного, кстати. А сколько? В общем, численности полка, да, даже, наверное, половины не было. 200-е были в части? 200-е были, да. Много? Так. Ну, более 15-ти точно. А 300-ых? 300-ых очень много. Очень много это в количестве числей? Ну, целых, наверное, 40 точно есть. Это из 800? Да. Ну, у нас не все же были, поэтому... А, ну... Ну, грубо говоря, человек, возьмем, ну, 250 из них вот. Пятая часть, грубо говоря, 200-е, 300-е. Да. Понял, хорошо. А что вообще должна делать Росгвардия? Какие у вас функции? Так, функции у нас охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Это вы вот эти человечки в... Как вас называют, в скафандрах, да? Ну, в щиты, палки. Щиты, палки, дубинки. Да. Ну, а что вы делали на территории Украины? Ну, мы находились в Балаклее, патрулировали по городу. Патрулировали по городу? Да. В своей форме? Нет, на машинах. На автомобилях, да. А какие автомобили были? Уралы, Камазы. Вы типа ездили... Да, по городу ездили. Какой смысл этого всего? Такая задача патрулирования по городу. Ну, расскажите, это ваш обычный день. Вы целый майор реально ездили? Нет, я сам-то не езжу. Ну, я же думаю. Солдаты ездят. Сколько солдат в машину в Урала посадится? Так, если норма посадки в Урала бронирована, по-моему, если не ошибаюсь, 16. 16 человек, и вы загрузились? Да нет, ну, там уже не 16 ездило, а меньше. Ну, 10 человек ездило, не важно. Загрузились они утром, и что делали? Какая у них задача? Ну, за нарушение комендантского часа, допустим. Что вы делали? Задерживали. И дальше? Доставляли в РОВД. И дальше что с человеком было? А мне передавали в РОВД, местной военной полиции. И что дальше военная полиция с ним делала? Без понятия, мы передавали и все. Кто он давал право устанавливать какие-то комендантские часы на чужую территорию? Это военный комендант, получается. Военный комендант. Вы понимаете, что вы оккупант? Ну, если, говорит, ну, да, человек, пришедший в чужую страну с оружием, да, это будет оккупантом. Ну, вы военный преступник. Кто ему давал право задерживать наших гражданских? За нарушение комендант. За какое нарушение? Кто определил это нарушение? Вы пришли в чужую страну. Да. Сотрудник, по сути, полиции. Да, общественный порядок, это функции полиции, милиции. И качаете местное население? Нет, местное население никто не качает. Ну, идет человек себе. Какого хрена вы себе присвоили право вершить судьбы людей? У нас будет такая беседа. Не, я понял, уже такая беседа. Не будет хихиха-ха. Да, нет, понятно, что хихиха-ха. Хихиха-ха он был с Брашкиным, который улыбался на интервью и рассказывал. Вы пришли в чужую страну. Захватили территорию, захватили город. Назовем это, продолжим так же. Захватили заручники, заложники. Население взяли. И качаете им, как можно ходить, как нельзя ходить? Здесь ходи, здесь не ходи. Нет, такого нет. Знаете, сколько... Сюда ходить, сюда ходить. Мы это не определяли. Вам показывали кадры? Я прекрасно понимаю, что вы знаете, что дальше было в полициях этих. Как людей допрашивали, убивали. Ну, можете, естественно, ничего этого не скажете. Но это один из тех людей, которые были в этой цепочке. Под Изюмом у нас нашли. Я думаю, вам рассказывали и показывали. Не, я слышал. Братские могилы. По 450 человек. Это я слышал, да. Давайте поговорим на эту тему. Ну, с вами легче говорить, потому что вы сами признали, что вы оккупант. Ну, по сути, да, это бонус. Все офицеры, они умнее, чем рядовые. Высшее образование, какой-то жизненный опыт. Но откуда взялись 450 могил под Изюмом и под Балаклеем, там, где вы были? Нет, под Изюмом я слышал, да, вот, когда нас везли сюда, рассказывал, ну, один из сотрудников Украины. Показывать вам? Покажите. Честно, я видео не видел. Обманывать не буду. Весь мир в шоке. Это хорошо, а я не буду показывать, мы же ведем беседу. Вы зашли в июле. В июле, да. Да. Что вы знаете про Бучу и про Ирпень? Про Бучу, по-моему, Ирпень. Вообще первый раз слышу Ирпень. Там, где ваши просто ходили, розгвардейцы и все остальные, там, буряты, тувинцы просто расстреливали мирных. Не, я слышал за тувинцев, что, ну, была история, то, что они расстреливали, ходили. Да, просто идут мирные люди, их расстреливают. Ну, у вас настолько тупая нация, что вы не понимаете, что есть камеры, которые везде у нас. И это все расследуется. И это все видно. Ну, вами тоже будут заниматься следственные органы, я в этом уверен. Просто идет расстрел. Что такое, какой есть термин, когда уничтожается другой народ? Геноцид. Ну, офицер, как бы тут легко, потому что половина ваших солдат даже не знает этого слова. Что делает сейчас российская армия в отношении к украинцам? Именно армия, что здесь сделает? Честно, я не смогу ответить на этот вопрос. Это уже на политическом уровне все. Ну, то, что мы мелкие пешки, на самом деле. Ну, эти мелкие пешки могут попробовать что-то поменять, но это не про вас. Вы действительно даже не пешки, нельзя оскорблять пешек. Как вы думаете, кто-то должен понести наказание за все происходящее? Да. И кто? Я думаю, будет. Все равно будет, как вам сказать, и на международном уровне проводиться расследование. Да. По-любому. Как это после всех войн это было, всегда проводилось и до сих пор они проводятся. Любой вороганный конфликт, который был. Ну, они, ну, расследовались. Это нужно делать? После окончания специальной военной операции? После окончания войны? Конечно, мы будем проводить. Как вы думаете, кого с вашей стороны нужно... Ну, вы говорите про трибунал. Гацкий суд, трибунал. Где судят... Да. Кто там должен быть? Виновники? Виновники. А кто виновники? А то суд докажет. Суд докажет. Конечно. Кто прислал вас сюда? Кто нас прислал? Да. Всю армию, имеете в виду? Или... Ну, вот... Именно конкретно... Вы конкретно понятно. Вы, как сказали, вы пешка, которую прислали. Вот что... Вот зачем вы пришли убивать меня? Нет. Если бы мы с вами встретились на поле боя, вы бы меня убивали. Зачем вы бы это делали? Давайте вот ответьте мне на этот вопрос. Что лично я вам сделал плохого? Ничего. Зачем меня убивать? Так вас никто бы не убивал. А что делает ваша армия? Вот мы выполняли задачи, мы гражданские ходили мирно. Никто никого не пробовал. А что погибли ваши 15 двухсотых? Это попали под артиллерийский обстрел. Да. Ну, это результат обстрела, их смерть. А за что? За какие вот идеи? Они... Как там, блин... Населенный пункт не помню, где стояли. Это... Как оно говорится? Это вы про сам процесс. Имеется в виду, за что? За какие идеи эти люди пришли в Украину? И их убили. За идеи какие-то? Да. Не знаю даже, честно. По идее пришли люди. Ваши подчиненные погибали? Мои? Да. Мои нет. У меня нету подразделений конкретных. Да, потому что вы... Ну, хорошо. По сути, все, кто в вашей части, вы были, я думаю, на территории Украины самые старшие по званию из вашей части. Нет? Нет, нет. За что вот из вашей части погибли эти солдаты? За то, что, наверное, зашли как оккупанты. Да. То есть они были оккупантами... И зашли в другую страну. За это их убили. За это их убили. А зачем они сюда пришли? Ну, то есть нам интересна ваша психология. Не, я вас понимаю, я-то отвечаю, как я думаю, как я размышляю, я говорю, не беру с воздуха, правильно? То есть нам интересно знать, что у вас в голове, на основании чего вы придумываете себе какие-то отмазки, чтобы идти убивать других людей. Идея вот этих, вот прямой вопрос. Вы в июле, зная, что здесь война, убивают. Сами лично видели трупы, которые приезжают к вам в часть. В других частях вообще жесть. Мы это знаем, потому что это ваши же рассказывают. И вы все равно сюда приехали. Вот за какую идею вы сюда приехали? Я ранее на этот вопрос ответил. Я приехал поменять своего товарища. Вы могли сказать, я не поеду, менять не хочу этого делать. Ну, если бы я не поехал, он бы здесь остался бы. У него тоже родители дома, может быть, семья. Вы действительно считаете, что вот эта детская какая-то отмазка, я поехал поменять товарища, она сработает? Почему детская отмазка? Ну, потому что это чушь. Да нет, это не чушь. Вот вы представляете, если вы в отрыве от дома почти полгода находитесь. Да, я из-за вас в отрыве от дома полгода езжу по СИЗО. Записываю таких, как вы. Полгода. Значит, как бы товарища поменять друг друга. Тем более мы с ним в одном кабинете сидим как. Так он тебе позвонил и говорит, приедь вместо меня, потусуйся, да? Не, не потусуйся, это никто не скажет. Надо приехать, поменять, и все. А вы не пробовали своему товарищу объяснить? Слушай, завязывай воевать и давай возвращайся. Нет. Почему? Значит, вам это нравится. Да нет, а кому война нравится, скажите? Мы с вами не разойдемся, пока я не пойму. Война никому не нравится, поверьте мне. Как, почему я должен вам верить? Если бы она вам не нравилась, то вы бы себе. Кому она нравится. Она только приносит, ну как вам сказать, плохие плоды, так скажем. Мы с вами сегодня не разойдемся, потому что я под эмоциями после обмена. Я хочу понять, вы идейный? Вы типа по-товарищески приехали поменять? Или же вы за бабки сюда приехали? Вот три варианта. Что у нас, какой вариант с идеей? Мы там начали говорить за трибунал, но потом плавно съехали, тему не дозакрыли. Мне интересна ваша реальная психология и логика. Если вы приехали поменять товарища, то это самый идиотский поступок в жизни. Честно, честно, вот так оно и есть. Потому что вот он мой товарищ, мы с ним сколько лет служим вместе, и в другой части вместе с ним служили. Он уехал какие? Да, он уехал. Обратитесь к нему. Он уехал домой. Что я ему говорю? Я не буду обращаться ему, зачем? Знаете, какая на самом деле причина вашего приезда? Это уверенность в том, что ничего не будет, что вы не попадете в плен, и вы по тихой воде будете бродить по чужому городу, в чужой стране. Ну, вы-то вообще сидели в каком-то там штабе по-любому, правильно? И управлять своими недополицейскими, которые ходили, кошмарили наших людей. Вот поэтому вы сюда приехали. Потому что зарплата вам, сколько у вас зарплата до спецоперации была? До спецоперации, грубо говоря, 120. 120. А когда вы поехали, сколько стало? Ну, в сутки платят 4 тысячи. В сутки 4 тысячи дополнительно к тем 120. Да. Да, это вот 240. Ваш друг вам рассказывал, что 6 месяцев он вьюдно собирал нормальную сумму. 240 на 5 месяцев, миллион у него уже. И вы сюда поехали за деньги. Под убеждением того, что хохлы сюда никуда не придут. Мы здесь уже давным-давно стоим, балдеем, грабим людей и мародерим. Похоже на правду? Нет, никто никого не грабил и не мародерил. За себя я точно скажу. Ну, может быть, не вы. Ну, как бы, в принципе, соглашусь, офицеры, скорее всего. Ну, у вас хорошая зарплата, вам не надо. Конечно, зачем? Да, ну, ваши солдаты мародерят аж бегом. В плен попадают с золотыми цепочками и долларами, с гривнами. У вас там был человек, у которого было 30 тысяч гривен в кармане. Часи. Золотые цепочки и доллары. Вторая армия мира. Армия насильников, бомжей и убийц. И полиция, то даже, Росгвардия, я заношу в полицию. Вот, и моя личная оценка, что данный человек приехал сюда за деньги, под убеждением того, что ничего плохого не произойдет, потому что кент уже тут 5 месяцев потусовался. Переубедите меня. Да, я приехал его поменять. Это чисто товарищеское отношение друг к другу. Это миллион процентов. Хорошо. А если вы так говорите за деньгами, сколько денег не было, ты больше не заработаешь. Понятно. У вас были какие-то вот эта ипотека от армии? У меня квартира есть оплатенная. Ну, купленная ваша личная. Ну, государство, а потом я ее сам закрыл, оплатил. Все, то есть вы не должны государство? Нет. А сбережения вот эти? Нам рассказывают, что у вас, по сути, рабы, ну, вы, приезжают сюда, потому что у них либо ипотека, они не могут отказаться, либо вот этот открыт вклад, и там типа проценты. Ну, это то же самое ипотека. Ну, у вас есть такое? Нет, у меня нет. Я сам заработал, все закрыл. Понял. Давайте вернемся к вопросу, потому что, чтобы была какая-то логическая цепочка. Кто должен нести наказание и должен ли? То есть, ну, мы говорим про то, что война в любом случае закончится. Закончится, конечно. Зайбок закончится. Так тут не бог нужен, а тут надо, чтобы ваш дебил, Путин, старый, конченый маразматик, сдох, и тогда, возможно, что-то поменяется. Потому что, мясо у вас до хрена, мобилизацию объявили. Мы вам показывали ролик. Да, частично. Как вам автоматы, которые вы давали? Нет, я ее не видел. Не видели автоматы? Нет. Которые... Мне же интересно, как это вы пропустили. Тут будет обрезка, чтобы... А, да. А вон автоматы получаем. Вот это пистолетов выдают. Любаный, вот. Это пистолетов. 47, что ли? Я вас его еще просто... АК-47? Я не разбираюсь. По-моему, да, АК-47. Как качество? Ну, качество желает лучшего, конечно. Ржавый, заторный. Затор ржавый. Пацанам-донхистам. Такую шляпу выдали. А, сказать... Похуй, не какую. Так, почему ты меня? Ну, подайте, не знаю. Это мобилизация у вас идет. Это вот... Ну, так вот они спят. Это класс какой-то. Это армия ваша? Не, они в каком-то классе. Ну, в каком-то классе. Да, потому что там двигатель был. На чем они лежат? На своих вещах. А вы на чем спите? На кровати. Можно сказать, что вы в плену спите лучше, чем они? Ну, я же не придумал. Ну, это же не было. Не знаю, все на пол легли. А вот это что такое? Вещевая... А, винтовка от, по-моему, Мосина. Я не прикалываюсь. Блин, сколько? Пять патронов. Я не разбираюсь. Честно. Не скинули, типа... Ну, я понял, что там осенька, да. Ну, вы в этом хотя бы разбирайтесь. Да, и вопрос все-таки остается открытым. После войны по-любому будет международное... Вы сами сказали, что нужно будет разбираться. И нужно будет кого-то либо наказать, либо наоборот, не наказать. Да. Ну, нужно судить людей, которые это все затеяли. Да. Вы, как майор, можете отдать однозначный ответ, кто в этом, во всем этом движении виноват? Нет, я не смогу на этот вопрос ответить. Офигеть! Давайте говорить. Как это вы не сможете ответить, кто это все заварил? Давайте говорить на эту тему. Ваша история вообще не интересна. Если целый майор не знает ответа на вопрос, кто начал... Ну, это же на... Вот Дмитрий же, правильно? Да, да. Дмитрий, это же все на политическом уровне. На каком политическом? На политическом? На каком? Давайте разбираться. Это глава государства. Да, давайте. У нас президент Зеленск. У вас президент... Владимир Владимирович Путин. Да, Пылу. Да. Что произошло 24-го, 02-го, 2022-го года? 24-го февраля. Что произошло? Мы не разойдемся пока... Ну, просто в этом все бессмысленно, то, что мы делаем. Я хочу, чтобы товарищ майор ушел с пониманием происходящего. Что произошло 24-го февраля? Россия вошла на территорию Украины. Хорошо. Супер. Вот так вот. Ставим лайк в этом месте. Россия сама собралась и пошла? Или кто-то сказал, что надо пойти? Не знаю. Ну, как я... Блин, Дмитрий, ну как я могу ответить вот... Было обращение Путина? То же самое, знаете, как... Сколько галакти... Вы реально помогутесь надо мной? Да я не... Вы не можете ответить на вопрос, кто отдал приказ вашим войскам напасть на нас? Да нет, я не могу на это ответить. Как? Ну, то есть... Блин... Это всем тем, кто пишет... А спросите вот это. Еще раз. Кто у вас главнокомандующий? Верховный главнокомандующий. Верховный. Давайте начнем. Верховный это президент Российской Федерации. Хуйло. Кто просто главнокомандующий? Генерал армии Золотов. У нас. Хорошо. Кто отдал приказ пойти в Украину? Ну, официального же по телевидению уже не было, правильно? Как это не было? Ваше хуйло обратилось к народу. Честно, Дмитрий. Вы смотрели это обращение? Я телевизор вообще не смотрю. Вот хоть убейте. Товарищ майор, вы смотрели обращение своего президента? На что именно? К народу. К рабам своим, когда он обратился 23 числа на День Вооруженных Сил. 23 февраля нет, не смотрел. Что такое демилитаризация, демилитаризация, деноцификация? Два термина, которые сказал ваш черт. Мы идем в Украину демилитаризировать, деноцифицировать. Что это значит? Вам включить это обращение? Блин, понятие. Не, ну это реально жесть. Если целый майор. Да я телевизор не смотрю. Ну как? Ну вы не смотрите телевизор. Я вам клянусь, я вообще телевизор не смотрю. Мне ваши клятвы не нужны. Что вы думаете, я на телевизоре что ли втыкаю? Нет, ну это же ваш президент. Ваш царь. Ну реально мне говорить дальше, не разобравшись в базовых. Вы военнослужащие. Вы знаете, кто вам отдал приказ приехать в Украину? Вы майор. Так я не с самого начала. Хорошо, не с самого начала. С 1 июля я заехал сюда. Кто вам отдал приказ? Нам отдали приказ на замену лично составу. Тех, кого мы меняли, что они делали на территории Украины? То же самое, что я ранее сказал. Кто их сюда прислал? Кто прислал? Вы майора меняли, да? Я еще обращение Путина. Нет, я не майора менял. Капитана. Капитана. Он не имеет вообще никакого значения. Капитана вы меняли, майора. Кто прислал этого капитана сюда в Украину? Изначально бывали на учениях. На учениях. Хорошо. Учились вы, учились. Что вы делаете? Что этот бравый капитан, которого вы приехали менять, делает на территории Украины? Кто дал приказ капитану приехать в Украину с оружием? Есть человек какой-то? У нас идет как бы единое началье в армии. Приказ у нас в части отдает командир части. Я... Вы либо профессионально включили идиота, извините за выражение, либо я не могу понять, вы действительно, вы боитесь сказать, что Путин сюда отправил вас? Нет, я не боюсь. Давайте мы дойдем. Нет, у нас, вот смотрите, вы-то, видите, вы гражданский человек. У нас есть в армии такое понятие единое началье. Правильно? Единое началье. Первый раз слышу термин, расскажите. Есть командир части. Есть заместители командира. Да. Соответственно, все приказы и распоряжения отдает на командир части. Кто нахер отдает приказ командиру части? Идем выше. Соответственно, командир бригады. Выше бригады. Потом командующий. Вообще, да, дальше. А потом уже директор. Какой директор? У нас-то Росгвардия. Хорошо, Росгвардия потом кому подчиняется? Владимир Владимирович Путин. О, хорошо. Кто? Командир Росгвардии, директор, да, у него срабатывает? Директор, да. Он мог сам без Путина придумать пойти в Украину? Нет, конечно. Супер. Кто ему дал приказ? Соответственно, президент отдает указ. Он указывал. Да, возвращаемся к моему вопросу, который был. Да, указ дает президент Российской Федерации. Аллилуйя, нам понадобилось 10 минут, чтобы товарищ майор разобрался, что... Да нет, вы... Я вас задал вопрос, кто прислал сюда... Я понял, я понял, что вы хотите услышать от меня. Да я не хочу услышать от вас, мне нужна простая аксиома. Но если майор не может ответить на вопрос, кто дал приказ начать спецоперацию вашу, то о чем можно разговаривать тогда с солдатами? Я этот вопрос задаю в формате трибунала. Кого нужно судить? Вас судить в ГАГском трибунале? Нет. Почему вас не надо судить? Потому что вы выполняли приказ. Правильно? Да. Логика, цепочка. Мой вопрос. Кого нужно судить в трибунале? На трибунале? Хер возникает. Как правильно? В трибунале или на трибунале? Судить на трибунале. Ну пусть будет на трибунале. Целый майор мне говорит, что правильно так. Кто должен быть на трибунале? На все должностные лица, которые отдавались. Давайте называть. Получается, начиная от президента, заканчивая командиром части. Да. Давайте назовем первых трех человек, которых вы знаете. Кого он назвать? Президент у нас Владимир Владимирович Путин. Первый. Директор это у нас генерал армии Золотов. Второй. Второй. Да похер. Командующий округа. Будешь на трибунале. Хотя вроде как звучит лучше. В трибунале. Хер возник. Надо по полугули. Разобрались. Все-таки с тем, кто отдал приказ. Идейные какие-то моменты у вас есть? Что вы делали в Украине? Ну кроме поменять товарища. Бездейных не было. Типа защитить там народ Донбасса? Нет. Ничего не было. Ну не поднимаем эту тему? Нет. Кто такой Моторола? Ну не слышал за него, но подробностей не вдавался. Кто такой Кушилин? Кушилин это по-моему как он губернатор ДНР или ДНР. Значит знаете. Ну типа суть вашей спецоперации это оказание помощи вот этим формированием ДНР, ЛНР, которые себе что-то придумали. Возникает вопрос. У вас есть понятие, ну если бы вы интересовались чуть-чуть, вы же я так понял политикой вообще не интересуетесь. И обращения президента вы не слышали? Нет, я честно не говорю, я не слышал. Спустя полгода. Ну я вам включу послушать, надо же просвещать. А можешь найти обращение? Ну понял, да, вот это 23-го. Какой-нибудь кусочек, где он именно говорит, спасибо. Мы же должны как журналисты, блогеры нести свет знаний в массы. Будем просвещать товарища майора. Да, так он там сказал, что идет помогать на Донбасс, подстаивать население там помогать. Что вы делали в Харьковской области? Честно, я сам не понял, почему в Харьковскую область зашли. Вас это не смутило? Я не понял, почему. На самом деле. Ну вы не поняли, а попытаться понять. Вы два месяца бегали, два с половиной месяца бегали по территории Украины. Попытаться понять, почему. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51-й части 7-й устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи. С Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой принято решение о проведении специальной военной операции. Все понятно. Все понятно. Вот теперь у вас все понятно. Давайте разговаривать с человеком, который все понял. Вы шли помогать в Донецкую какую-то колхозную республику и в Луганскую колхозную республику. Что вы делали в Харьковской области? Не знаю. Почему? Армия не знает. Ну просто если майоры не знают, то… Ну как я могу ответить на этот вопрос? Если я на этот вопрос ответа не знаю. Как я могу сказать? Наврать? Зачем буду обманывать? Ну согласитесь. Да, что вы делали, что ваши танчики делали в Киеве? В феврале месяце. В Киеве были? В Киеве. Да, представьте себе. Я реально в шоке от того, что это настолько тупая короче ситуация вот с армией, что у них даже офицеры не знают, что происходит. Что можно говорить с каким-то солдатом, который… Ну если офицер с высшим… Что вы закончили? Военный институт. Целый военный институт закончил. Вам преподавали стратегию, тактику, история войн. Мы общались уже со столькими офицерами, что… У вас там 5 лет учились? 5 лет. 5 лет у вас была история войн, военное искусство, тактика боя, стратегия боя. Было же это все? Ну не все, но… Ну плюс-минус. Похожие, да. Так нам рассказывали чуваки после Академии, чему учат. И вы говорите, что вы не в курсе вообще ни про что? Вы как-то выпали с февраля месяца до… Да нет, я не выпал, Дмитрий. Я вот на самом деле, наверное, так воспитан, что у нас в семье, мы телевизор вообще не смотрим. Телеграмм у вас был? Телеграмм? Да. Телеграмм был. Ну я ни на один канал даже не подписан. Я живу в своем вот дом, работа, семья. Это называется ракушка. Как? Ракушка. Вы в ракушке, в домике. А, ракушка. Вы политикой не интересуетесь, как все остальные, всей правды вы не знаете, да? А вот она правда. Так, с этим разобрались наконец-то. Надо Путина судить, если все закончится. Оно закончится в любом случае нашей победой. Как ваша жена отнеслась к тому, что вы едете повоевать? Как отнеслась? Ну конечно, я не хотела, чтобы я ехал сюда. Какой у вас был разговор? Ну я ей сказал, что вот должен уехать, поменять товарища. И, получается, в конце октября должен приехать обратно. А на что? Ну если так надо, значит езжай. Поддерживала, короче. Родители? Мама не знала, что я здесь. Кем супруга работает? Супруга? Да. Учительница. Да, да, учитель, да, вы сказали. Жена, получается, поддерживала. А что вы маме не сказали? Да, она и так инсульт переживала. Переживала бы? Ну конечно. А кем она работает? На пенсии. А на пенсии. А работала? Работала, да. Фельдшером. Врач. Стояли вы, стояли в балаклее, да? Да. Расскажите последний ваш день на свободе. Кстати, как у вас было со связью, когда вы последний раз разговаривали с женой? Так, разговаривал. Ну я не разговаривал, скорее всего, переписывался 5 сентября. Здесь я не имею в виду, ну да, 5 сентября. А что вы у вас там не разговаривали? Ну сообщения. Нет, почему не позвонили? Да, связь плохая, как бы, мы с нами переписывались. В армии вашей нету связи? Нету. Серьезно говорю. Я же вам говорю, как мы звонили. Мы звонили в часть, набирали номер по громкой, и мы, получается, и разговаривали. Вы по военной связи звонили к себе в часть. Да. Там просили набрать номер, набрать номер по сотовому, и там что, прикладывали телефон? Да, так общались. Интернет спутниковый. Да нет, откуда у нас интернет спутниковый. Я вообще-то помню, в серьезе говорю, мы так и общались изначально. Ну, например, мы сколько не ездим там по... Это, наверное, в другой структуре, в Министерстве обороны спутниковая связь есть. У вас нету. У нас разговаривает. Нам Илон Маск подогнал кучу стерлинков, и мы знаем, что они эффективно используются. То есть с интернетом у нас вроде все хорошо. По крайней мере, там, где мы были, около наших военных, интернет был. Ну, и как я ранее говорил, в администрации Wi-Fi работал, туда ходили, так выходили на связь. Понятно. Да, расскажите свой последний день, потому что 2-я армия мира не может обеспечить связь своим солдатам. Последний день где? Ну, взять ее в плен. Ну, я понял. 15-го числа. Ну, просто в начале беседы сделали, там все не так было. Ну, начну с того, что с 7-го числа вооруженные силы Украины пошли на контрнаступление. Мы, ну, Росгвардия стояла, стояли мы в Балаклее, Балаклее. Потом, ну, на все такое министерство обороны, вооруженные силы начали отступать. И, ну, прорвали так оборону, скажем. А вам поступил какой-то приказ? На что? На отступление. Как это было? Я вам сейчас, ну, по порядку расскажу. Все, извините, пожалуйста. Нет, нет, вот как оно было. Ну, я слышу сразу молчать на меня. Нет, нет. Ну, нет, я вам, ну, рассказываю последовательно, как все было. Да, да, да. Вот, с 7-го числа, получается, они пошли на отступление. И мы, получается, вот по этой связи, по которой выходили, ну, то, что я вам говорил, домой звонили. И позвонили к вышестоящему, сказали, что все вооруженные силы отступают, нам надо, пора уходить. Это было с 7-го, ну, где-то в обед, ну, ближе к вечеру. И потом на нас вышли, в городе, когда стояли, вышли, как они, ДРГ, вооруженные силы Украины. Вот, попали под обстрел. Получается... Они уже в город, типа, зашли? Да, 7-го числа. Как-то быстро так, типа? Вообще молниеносно. И как, вы их видели? Они, получается, с гранатомета подбили технику нашу, которым мы должны были выехать. Вот, и нас с 7-го числа, мы уже, ну, командир, оказалось, собираемся, уходим с города. Уже уличные бои были, я так понимаю. Да, нас уже технику подбили. До этого дня у нас техника стояла тоже, его тоже подбили, получается. Вот, потом, вот, 7-го числа мы собрались, сели на технику, и получилось так, что мест не хватило, потому что все было битком, а техника у нас была, ну, спрятана в городе, ну, на удаленности, получается, и, как бы, и добираться... Сколько человек у вас было? И добираться опасно, добираться опасно. Ну, человек, наверное, вот, оставалось, ну, человек 60, наверное, ну, примерно 60. Вот, у нас оставалось сколько, 3 единицы техники. Что, 60 человек не сядет в 3 Урала? Норма посадки, смотрите, КамАЗа 16. Ну, ближе сели. Ну, пусть сядут 30, туда, в другой сядут 30, один БТР там, да. Ну, не вместились, и нас осталось в итоге, вот, кто со мной здесь есть, 7 человек, мы не вместились и решили пойти пешком. И пешком мы седьмого ночью вышли, седьмого вышли, ну, получается, бродили, по лесу ходили. И... Что, карт не было? Карта была. Ну, изначально, ну, не туда пошли. Мы пошли в сторону Байрака. Чуть неправильно мы пошли. Нажигатор, телефон. Чуть неправильно мы пошли. Ну, ошиблись мы, я не знаю, почему так. Ну, ошиблись, ну, ненамного, чуть-чуть. Потом пошли, вернулись обратно. Ну, там, час потеряли, можно так сказать. Вернулись обратно, потом, ну, уже ближе к утру, сели под, ну, возле реки, получается, возле реки, и нам нужно было перебраться. Ну, затем не стали, ночью не стали перебираться, ну, мало ли, что течение-то тоже такое хорошее было, так скажем. И вот, на следующий день мы хотели, не смогли перебраться, потому что квадрокоптер все время над нами летал, летал. Постоянно там выйдешь, посмотришь, он опять, слышно, как жужжи. День просидели, потом, по-моему, перешли, ну, переплыли через реку. Оружие. Все переправляли, ну, на себе, по очереди. Кто хороший плавал, те они и перебирали. Потом, так, это седьмое на восьмое, потом пошли мы. У нас, получается, один остался трехсотый, трехсотый. Он на этот наступил, как он называется, на лепесток, на мину. Вот, ему ногу оторвало. С вами он был? Да, он с нами был. И что вы делали с ним? Ногу оторвало, потерял много крови, ну, оказали первую медицинскую помощь. Первую медицинскую помощь. Потом, ну, несли его. Да, тяжело было. Ну, такой здоровенький пацан, килограмм, наверное, 95-95 есть. Насилие, насилие. И потом он сам сказал тоже, ребята, давайте идите, оставьте меня в населенном пункте. Там, ну, не знаю, что будет, то будет. И мы его оставили. И мы посели, посоветовались. И он сам тоже с нами как бы лежал. Ну, посоветовались, но... Носилки сделали. Получается, семеро и он восьмой. Нет, нас было, у того было 11. 11. Да, а сейчас тут 7 в плену находятся. Вот, вот одного, вот это 11 получается, раненый, пальцы ног оторвало. И он говорит, ну, оставьте меня здесь. Мы его до ближайшего населенного пункта, ну, опять мы с Балаклей, да, еще не вышли. Оставили его в Балаклее возле, ну, возле дома. Там как раз и... Расскажите, как было ваше совещание, проходило, и как вы принимали решение, что оставляем? Ну, с учетом того, что вы старше, да, в этой группе были? Нет, я не старше в этой группе был. Вот, так скажем, вместе с кем мы ходили, ребята были с одного подразделения. Ну, я-то в штабе работал, а они с одного подразделения. И они, честно, я на этом разговоре не присутствовал, сказать не буду вам, честно скажу. И даже вот тот второй майор со мной, кто был, он тоже не присутствовал. Они сами, ну, в своем подразделении, в таком маленьком коллективе решили, что мы его оставим здесь, а сам не дойдем до, ну, до точки. Это нормально? Другого варианта и не было, мы бы не дошли бы с ним, он бы скончался бы по дороге. Что с ним осталось, вы не знаете? Не знаю. Ну, у меня, когда нас задержали, я сказал, что у нас есть раненый, пожалуйста, окажите ему помощь. Я ему указал на карте точку, где мы его оставили, чтобы его эвакуировали, оказали помощь. Ну, это вы говорите число 10-е? Это было, знаете, сейчас скажу, так, 7-й, 8-й, число 11-го. А в плен вы взяли 15-го? Спустя 4 дня. Да. Такая себе, ну, стойте, подождите, ну, вас два майора, там, по сути, я так понимаю, рядовой состав какой-то. Сержанты. Ну, сержанты, да, и солдаты. Ну, то есть, вы два офицера, там их 10 человек, с вами, ну, 8, грубо говоря, с раненым 11, то есть, вас всего 10, минус 2 офицера, 8 человек. В чем проблема нести своего? Мы бы не дошли бы, и ему уже становилось, ну, хуже и хуже. Ну, нужно бы оказать врачебную медицинскую помощь. Как вы его оставили? В каком это месте был? В Балаклее. Прямо в городе? Прямо в городе, да. Там люди были? Да, там сторож был. Своих не бросаем. Девиз ваш. С вашей армии. Да. Получается, у нас... Дай бог, он остался жив. Дай бог, он умер. Потому что у нас нет времени лечить оккупантов. Ну, если он выжил, то он пойдет в обменный фонд. Как его фамилия, имя, 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 имя? Имя знаю только. Кимран. Кимрам? Кимран. Позывной какой-то? Я это спрашиваю. Нет, я не знаю. Я знаю, что я зовут Кемран. Кемран? Да. Понял. Возможно, его родственники ищут. Вот вам правдивая история. Вашего сына оставили раненого. Ему уже было, я так понимаю, плохо. Ну, с ваших слов. Поэтому судьба его неизвестно. Выжил он. Походу, он мог выжить, только если ему бы оказали специалисты помощи, врачи. Но вы не знали, что там делать. Вы, наверное, перейдете? Нет, мы оказали, жгут наложили, повязку. Пальцы оторвало или ногу? Пальцы ног. Пальцы ног. Я, на самом деле, не знаю, что там надо делать. Кровь, наверное, остановить. Но тоже 2 часа времени. Кровь остановили. Перевязку сделали. Уколы поставили. Понял. Как вы попали в плен? Шли вы группой 10 человек? Так, шли мы. Осталось 10 человек. Шли мы группой по лесам. Ходили только, ну, шли только в ночное время. Днем мы отдыхали. Вот. Шли, соответственно, по карте в сторону, ну, России, так скажем. Вот. И, получается, 15-го числа. Блин, населенный пункт, не помню. Ну, в лесном массиве. В лесном массиве. Получается, когда мы… Сколько до границы оставалось? До границы? Да, километров, наверное, еще… Около 100 точно. Ого. Что вы ели эти дни? Ну, ели с собой. Мы брали сухпани. Так это сколько надо коробок тянуть? Ну, тягали. Куда деваться? Воду брали из рек, из озер. В дома лазили? В дома? Лазили, я знаю, лазили. В этом. Я сейчас расскажу, почему так получилось. Почему нас поймали. Ну, вот. Мы остановились в этом лесном массиве. Ну, и кушать ничего не было. И, скорее всего, там, вот издалека, вот откуда-то нас увидели, скорее всего, местные жители. Угу. Местные жители. И, соответственно, они уже кому-то, скажем, так скажем, доложили. Вот. А там был открыт подвал. Что странно удивило даже. Взяли там, ну, как обычно, соленье, варенье покушать. И вот мы днем сидели, отдыхали, получается. И слышим, ну, хруст этих деревьев. И слышим крик. Выходите, все, все сюда. Вот. Мы что-то думали, охранник, ну, хозяин дома, может, пришел. Ну, непонимание вообще. А вы в доме остались? Нет, в лесу. Угу. Ну, там два домика было, и мы в лесу находились. Далеко они от леса? Ну, метров, наверное, мы вот 250. Короче, рядом у нас. Да, рядом. Угу. Вот. Мы не понимаем. Вот, хозяин дома идет, не пойму что-то. И тут выходите по одному, выходите по одному, кричат. И что-то, ну, замешкались, начали прятаться, взяли, посмотрели везде. Вроде никого нету. Где идут, непонятно. Потом этот, как его, один кричит. Как он кричал? Что-то он целится, он целится. Смотрите, он целится. Ну, и началась стрельба. Стреляли, стреляли. Одного у нас ранило. Слева от меня он лежал. И спереди тоже пацанчик лежал, который сейчас здесь со мной. Тоже ранило его левую ногу. Так, и у нас, получается, было 10, и двое смогли уйти. Убежали. Да, убежали. Да, убежали. Как стрелять начали по нам. Понял. Они, ну, поползли назад. Короче, двоих ранило. Двое убежало и... Да, одного ранило. Вас тоже ранило? Да, мне копчик отбили. Сидеть не могу. Потом, получается, ну, одно ногу ранило, получается, который со мной. А другого, то ли лёгкое, я слышу дыхание у него... Ну, хрипит. Хрипит, да. Хрипит все-таки. Вот. И получается, его потом, ну, уже окончательно добили, так скажем. Понял. Ну, лёгкое пробитое, это надо делать операцию. Нет, здесь можно было спасти, если экстренно эвакуировать его, то можно было спасти. Экстренно это как? На вертолёте? Либо на вертолёте, либо на скорой медицинской помощи. В лесу? Да. Ну, и можно было спасти так, а так, ну, скорее всего, не знаю. Ну, я хочу узнать, его убили, добили, дострелили? Да, его добили, дострелили. Ну, потому что, скорее всего, оценили обстановку. Да, добили, дострелили. Поняли, что оказать помощь не смогут. Ну, вертолёты у нас не летают, вы их все сбили в феврале месяце, и скорая по лесам у нас не ездит. Понятно, кто взял в плен? Так, они сказали, что они национальная гвардия Украины. Насгвардия? Да. Много их было человек? Я так посчитал, когда нас машиной рассаживали, было 6 машин, 6 машин гражданских. Пикапы какие-то, скорее всего? Ну, пикапы, 99-е были. Короче, гражданские машины? Да, да, если так посмотреть, ну, человек 30 точно было. О, как нормальная там банка. Да, людей очень много было, налетело прям очень быстро, так скажем. Как они были экипированы? Автоматы, снайпер был у них, вот снайпер я точно, ну, винтовка снайперская была, у него ещё я запомнил. Как он, блин, приклад у него складной ещё, ну, такой. Телескопический? Ну, такой, двигается, укорачивается, увеличивается. Типа прикольный? Ну, типа так, скажем, да. Автоматы у всех, бронежилеты, каски. Ну, как вы? Ну, броня, каска, автоматы в магазине. То есть, короче, никакой не списан, не списан, обычная нацгвардия. Обычная нацгвардия, да. Такой имена. Ну, они сами сказали, мы с нацгвардией. Ну, уже. Такой эпический момент. Наша нацгвардия взяла в плен Росгвардии. Парни, вы лучшие, короче, которые взяли, если смотрите интервью. Красавчики. Так, понятно. В принципе, как бы, супруге Маше позвонить. Видео оно будет записываться супругой? А? Супруга видео записывает. Потом вы тоже будете укладывать. Да? С этим проблема какая-то? Нет, я спрашиваю. Это я до первого раза у вас. Все бывает. Алло. Алло. Да, добрый. Я вас вижу. Да, мы вас нет. Вы плачете. Ваш муж в плену. Вы хотите с ним пообщаться? Конечно. Этот разговор будет записан и опубликован. Общайтесь. Привет. Не плачь, не плачь. Все хорошо со мной? Все хорошо. Жив-здоров, кормят. Все нормально. Маме ничего не... Что? Маме ничего не говори. Хорошо? Хорошо. Скажи просто на связь, пока не выходит, и все. Что делать теперь, чтобы все было хорошо? Ну, нас должны обменять наших пленных русских. По обмену... Вы русский пленный. Да, все правильно. Тут, чтобы просто, короче... Ну, нас должны обменять, да, между пленными. Когда это будет, пока неизвестно. А... Ей ничего не говорили в части. А ты знала, что я нахожусь? Да, мне звонили ребята, вот, в субботу вечером позвонили. Спасибо им большое, конечно, что они позвонили мне. Иначе я бы не знала где-то. Что сказали? Сказали, что ты жив-здоров. Да, со мной семь ребят, в общем, нас семеро. С полка. С нашего. Вот. Можно же, да, говорить? Не надо говорить. Мы с ними сами пообщаемся. Так что, Лид, не переживай. Дай бог выйду. Поменяют нас. Придется только подождать. Хорошо. Маме ничего не говори, потому что она и так инсульт пережила. И своим тоже не есть. Ну, скажи, что связи нету, только через военную связь выходит. Ну, как я тебе звонил через воинскую часть, через дежурного. Только так. Я думаю, не стоит этого делать, потому что мы будем публиковать это интервью. И завтра, я думаю, она узнает. Или послезавтра, когда мы будем публиковать его. Как у мамы. Да, да. Ну, если она в интернете увидит, то да. Если нет, то нет. Так что так. Все хорошо? Да, все хорошо. Кормят нас нормально все. Сегодня купаться пойду. Раз в неделю купаемся. Два раза. Два раза кормят в день. Расскажите, что вы ели. Сегодня, так, в обед мы ели гречку. Курицу давали. Ну, пьем воду. Всем ребятам оказывают медицинскую помощь, кто ранен. Все нормально. Не переживай. Я верю. Я знаю, что есть люди хорошие на этой земле. Можно вопрос вашей жизни? Сейчас тебе, Лид, вопрос зададут. Это корреспондент, чтобы ты понимала. Да. Это журналисты. Вы говорите, есть люди хорошие на этой земле. Они, безусловно, есть. Вот мы дали вашему мужу позвонить вам. Зачем вы отправили мужа убивать хороших людей? Зачем он пришел меня убивать? Он же военно обязанный. Его не спрашивали. Прикольная у вас отмазка, я так скажу. Он же военный, поэтому... Зачем вот он пришел убить меня? Расскажите мне, пожалуйста. То есть вы думаете, что я говорила, езжай? Или он же хотел ехать? Мы поговорили с такими... Ну он хотел ехать, он поехал сюда. Посмотрите интервью. Он понятно. Смотрите, какая у вас... Смотрите, какая история получается. У вас все очень легко объяснить. Он же военный. А почему он же военный убивали столько людей гражданских? И меня в том числе. По Киеву ездили танки. Я... Слышно меня? Слышно. Да, да, да. Алло. Слышно, слышно вас. Алло. Алло. Я не могу сказать... Алло, алло, слышно? Да, слышно. Я не могу рассказать вам о всех. Я потому что знаю только за своего мужа конкретно. Я не могу говорить, как вы спрашиваете, общая. Хорошо. Давайте... Давайте за вас лично. У вас есть дети? Нет. Пока нет. Знаете, сколько у нас детей убили? Вот такие вот ваши мужья. Не знаете? Я не могу сейчас отвечать за всех. Я говорю конкретно за своего мужа. Я знаю, что он никого не убивал. Откуда вы это знаете? Ну, я знаю. Что он делает на территории Украины с автоматом? Я же поняла. Он военно обязанный. Он убийца, насильник и мародер. Неправда. Ну, правда или неправда, с ним будут работать следственные органы. И если подтвердится факт, он получит срок и будет здесь сидеть там 20 лет. Ну, если не подтвердится, то все равно, как бы... А почему вы плачете все время? Что случилось? Нет, все хорошо. Так зачем плакать? Все хорошо, ваш муж живой, здоровый. Пока. Слава. Слава, Бабе. Слава вашему Путину, хуй лу, который прислал. Договаривайте. Ну, тут бессмысленно разговаривать о чем-то, потому что... Он военный, равно ему можно идти убивать. Ну, как бы... Это же номер вы сохраните же, правильно? Если что, потом голосовые отправляйте. Лид, этот номер остаться сохраненным, не удаляя, хорошо? Если что, когда журналист будет приходить, я по возможности буду отправлять голосовые сообщения. Потому что мы нацисты, даем таким вот убийцам общаться со своими, чтобы вы там шевелились и поднимались, и забирали их нахер с нашей стороны. А не сидеть, плакать. Что теперь сделать, чтобы этот процесс ускорить? Процесс ускорить? Неделю назад мы позвонили одному, точно так же, брали интервью у одного пленного. Брали интервью, его мама сделала очень простую вещь. Смотрите, вам, во-первых, нужно доказать, что он в плену. Потому что он у вас 500-ый или дезертир. В вашей части... А, а что 200-ый? А почему 500-ый? Ну дезертир вы. В воинской части у вас вычислитесь как дезертир. Вам нужно доказать в воинской части, что он в живой. Доказать вы это можете только принеся видео и показав. Вот он в плену, вот он в живой, вот видео с ним. А где у меня видео? Это видео, когда дойдет до него очередь, появится на YouTube-канале. Вы можете ускорить появление его на YouTube-канале. Он может завтра появиться на YouTube-канале. Есть одно условие. Если у вас хватит смелости, выйдите куда-нибудь в людное место. Попросите какого-то знакомого, знакомую снять вас, как вы стоите, с плакатом, с листиком А3, где написано. Верните моего мужа... Как вас звать? Ильнур. Ильнура из украинского плена. Сбросьте мне этот кусочек видео, 5-минутный, в людном месте. Сними возле школы, где ты работаешь. Снимите возле школы, пусть ваши коллеги вас снимут. Или собери... Можно я скажу? Да. Лид, сделай плакатик. Слышишь? Сделай плакатик. Да. В городке можешь собрать, сходи к командиру части, баджи, сходи. Скажи вот такие условия. Это не условия. Нет, не условия. Это желание. Это вы, если хотите, чтобы... Потому что пленных очень много. Их несколько тысяч. Мы отсняли материала на год вперед. У нас только на канале 400 интервью уже лежит. А вы не интересуетесь политикой. И вам говорят, что у вас потерь нет. Так мы только записали 400 интервью. Так, видео надо снять. Снимите видео на листике, напишите правду. Мой муж в плену, поменяйте его. В людном месте. Хоть как-то до вас будет доходить. И хоть кто-то начнет интересоваться. Ну это она что-то нажимает. Там мне вам скинуть? Да, сюда на этот контакт сбросьте. Я вам обещаю, что в тот день, когда вы сбросите, я брошу все, смонтирую, и оно выйдет в 19.30. Если вы сбросите его завтра утром, завтра вечером, это видео будет опубликовано. А в телеграм-канале у вас активный канал? Я подписалась. Видео будет на ютубе. Видео будет на ютубе. Ну и на телеграм-канале, и на ютубе. То есть активный, неактивный. Ну активный, там 100 тысяч подписчиков или 130. Я уже посмотрела. Хорошо. Ну что значит, я не понимаю, активный или неактивный. Ну я имею в виду, я могу новости там смотреть. Да, вы посмотрите. И на ютубе найдите. В ютубе так же называется. Да, на ютубе, ну вот видите, это называется то, что я говорил. Живу в ракушке. А если бы вы хотя бы из ракушки своей выходили хоть раз, хоть раз в неделю, вы бы зашли и увидели, что 400 пленных уже просто дали часовых интервью. 400 человек. И то, что вам говорят, что у вас потерь нет. Сколько у вас сдалось в плен? Со мной вместе было семеро. Семеро. Нас семь человек. Вот так просто сразу, семь человек. Одного своего трехсотого с оторванными пальцами. Они оставили на дороге лежать. Своих не бросаем, но так получилось, так надо было. Так порешали. Вторая армия мира. Вот посмотрите, он расскажет, как они варенье из наших погребов доставали. Так, скажите, пожалуйста, завтра я с утра это видео скидываю вам на WhatsApp, правильно? Ну вот куда я вам там звоню? Вот на WhatsApp, вот на этот номер. Да, сбрасывайте видео. Да. Мне точно? Да? Что? Я говорю, мне это точно сделать завтра? Сделать, конечно. Можете не делать, но суть какая? Чем раньше, тем лучше. Неделю назад мама одного срочника вышла, и он уехал через три дня на обмен. И он уже дома. Поэтому это ваш... Я сделаю так. Вы просто даже не докажете, что он в плену. Вот я вам это обещаю. Пленные сидят по несколько месяцев. Задумают. А тебе кто позвонил, сказал, что... Сколько нас человек в плену находится? Мне не сказали сколько. Мне в субботу вечером позвонили. Сказали, что... За тебя конкретно. Что ты, что все хорошо, жив-здоров. Вот. И все. Больше мне не сказали, кто именно. А, я понял. Это, смотри, ребята вот... Той стороны в ад, где ты сейчас находишься. Я понял. Хорошо. Ну все, ждем. Я завтра делаю с утра прям. Да, в людном месте плаката 3. Верните моего мужа. Поменяйте моего мужа. А люди обязательно должны ходить? Ну, в этом же и смысл. Потому что снять видео в чистом поле, ну, вы можете его снять прямо сейчас в квартире. Ну, и какой от этого толк? Мы хотим, чтобы ваши люди начали заниматься политикой. Можешь учителей попросить. Учителей попросите. Пусть выйду, сделаю. Яхи скажи, пусть выйдете и скажи. Мы хотим, чтобы вы там очнулись. Сделай, хорошо. 56 тысяч солдат. Вот таких вот, как он, уже убито. На территории Украины. 56 тысяч. А вы в домике живете. У вас все хорошо. Все хорошо. Спасибо большое, что позвонили. Все, не переживай, все будет хорошо. Давай, люблю тебя. Пока. До свидания. Когда мы кому-то предлагаем, все говорят, она выйдет. Давайте, чтобы не быть голословным, я покажу вам переписку с одним отцом, который обещал выйти, но не вышел. Две недели он писал завтра, послезавтра, потом я не могу, ну, короче. Ну, это зависит от личности человека. Отец, он плакал, когда с сыном разговаривал. Я ему говорю, мы будем ждать, пока вы, ну, он, я выйду, прямо сейчас еду. И он не вышел. Там какие-то казаки стоят на площади, поэтому он не может. Значит, так бы урок с именем. Да, у него еще один есть. Поэтому у вас нация рабов, которые боятся всего. Вы боитесь слух называть тех, кто вас отправляет на убой? Из вас надо это вытягивать, доказывать вам что-то. Вот такая вот история. У меня, в принципе, есть у вас что-то еще интересное добавить, рассказать? Пока нет. Поменялось у вас мнение про вашу армию? Имейте какую-то слово. Ну, типа, такая должна быть мощная, такая, типа, потужная, мощная армия. Умное командование. Ну, что я могу по этому вопросу сказать? Честно, я немного, если честно, я разочаровался. О, в чем? Ну, вторая армия мира, да, вот. Ну, отступили назад. Я думаю, какого не будет. Ну, так получилось, видите. Думал, ну, что удержит свои позиции. Так и не держали. Обижали, подняв хвост. А вас вообще кинули, потому что вы попросили приказы, вам его не дали, да? У нас вообще... Да, там... Мы-то, видите, как... Вас вообще все военные разлетали? Нет, министерство обороны стоит. Да. Мы, как сказать, в тылу же почти находимся. У нас министерство обороны ушли. Эти, как, Луганской народной республики там эти стояли. Тоже ушли и остались одни мы. А вашему директору в Москве тупо похер на вас? Да, он, наверное, и даже не знал, если честно. Хороший директор. Водобряем. Вот мы остались. В итоге такая вот... Ну, так вот случилось. Я все равно не догоняю. Есть Урал, в который можно погрузиться. Ну, стой, останьте, да уедьте. Да, они... Вы бы это видели бы. А типа лезли, кто залез, тот и успел? Там, знаете, как было? Вот вы сидите, на вас он сидит, на нем я сижу. Можно так сказать. Ну, а как-то кто-то определял, кто едет? Или кто успел, тот и поехал? Кто успел. Вообще жесть. Остались вот пацаны с разведки и мы два офицера. Ну, я так понимаю, вы просто не влезли? Да. Ну, просто тупо не влезли. Честно, да, я что буду обманывать. А на Б-3 тоже места не было? Не было. Б-3 там еще 10 мест ели. А сверху? Что сверху? Там обстреливали везде. Прилетало. Там вот явно осмерить сразу уже, если сверху ехать. Обратитесь, ну, по традиции нашего интервью, мы просим военнопленного обратиться к своим согражданам с призывом идти сюда, не идти. Если идти, там носки какие брать или не идти. Обратитесь, пожалуйста, если хотите. Я не хочу никому ничего обращаться, честно. Понял. Пусть идут. Нет, я не хочу обращаться. Это, знаете, как сказать, дело, ну, захочет идти, пусть идет. Не захочет, пусть не идет. Вот так вот вы и живете. В этом-то и беда. Потому что мобилизацию объявили. Как Рыбов, как Скот. Так мы показывали. Да, я показывал. Как Скот, короче. Там кто-то говорил, что военнопленных плохо содержат. Ролик мы показывали, где ваши солдатики лежат на... Где они лежали? На полу. На полу. Автоматы какие? Эти, как, с АК-47. Ржавые. Поэтому на тему того, что, чего и как происходит. В принципе, у меня все. Спасибо, что побеседовали. Да. Что, как ощущения? Ощущения? Ну, да. Домой позвонит. Да. Выйдет? А? Выйдет жена. Ну, она такая активная девчонка. Учительница, как-никак. Ну, младшая класса. Не домоседка, так скажем. Домоседка? Не домоседка. Не домоседка. Ну, посмотрим. Все говорят, я уверен, выйдет. Я же рассказал историю про одного. Да, ну, все мужья. И все уверены. Но практика из 20 подобных предложений вышло только два. Мы предлагали еще в город выйти. Хотите уйти отсюда? Да, вы говорили. Одеться в военную форму в российскую... Да, у нас есть документы согласованы. Пойдете? Нет. Чего? Чего? Вы же освободители. Как это должно работать? Пришли освобождать и не хотите уйти. Чего не хотели обратиться? Пушком пойти? Не, обратиться к своим согласовым. Я не хочу, честно. Решили дозаписать, уже разобрали, записываются с руки. По сути, может быть темно будет, но это не важно. Состоялся обмен. Мы забрали наших военнослужащих беременную. Вы майор. Мне интересно ваше мнение. Мое мнение такое, что женщин, тем более беременную, плен брать не стоит вообще. Ни с вашей, ни с нашей стороны. Это неправильно. Что нужно делать, когда выясняется, что человек беременен? Отпустить его сразу, немедленно. А как получается, вы все высказываете вот это негодование, не может быть, не может быть, но это факт. Мы это записали на видео. Мне интересно все-таки чуть-чуть глубже разобрать тему. Не просто неправильно, а как вы можете объяснить, зачем это сделано? Почему ее не отпускали? Ну она кем являлась? В войсковую службу, военнослужащие. Военнослужащие? Да. Стрелок, санитар, физиолог. Ну неважно, медик какой-нибудь. Какой, полицейский. Вы же в плен набрали полицейских, МЧСников, пограничников. Там тоже есть у нас слабый полк. Они везде есть. Да, выясняется, что девушка в положении. Вы правильно говорите, что нужно негайно сразу передать к другой стороне, отпустить. Почему ваше командование этого не сделало? Не знаю даже, честно. Я тогда, вот вы мне рассказывали, ну нам всем, когда рассказывали, что задержали беременную женщину, по-моему, если не ошибаюсь, восьмой месяц был беременности. Да. Восьмой месяц. Ну это вообще нечеловеческое отношение. Тем более беременной, которая носит плод. Да, я хочу, чтобы вы, как офицер, знали, в какой армии вы служите. Ну там, Росгвардия, это понятно. Вы военниче. Знаете, что у вас есть вот такие изверния и нелюди, которые содержат, мало того, что это девушка, женщина, но еще и в положении. А ваша жена дома, в тепле и в уюте. Вот так вот. Товарищ майор. Нет, ничего не хочу. Я бы на вашем месте обратился к командирам и сказал, что вы кончены. Позволяете себе такое. А, еще для всех зрителей. Мы рассказали, почему, то есть там нам вот эти вот перевертыши, которые вернулись в Рашку, они там начинают рассказывать. Звонить не давали, нацисты не кормили, на одной воде жили, пытки каждый день. Ну вот вам, товарищ майор, которого запытали. Объясняю для россиян, вы живете по конвенции 47-го года. Если бы вы подписали конвенцию об обращении с военными пленами от 2017-го года, то им бы была предоставлена возможность совершать телефонные звонки, аудио, видео, звонки посредством IP-технологий. Это прописано в конвенции. Но вы, ваше государство, ваши офицеры, ваше командование, живете по конвенции 47-го года, где записывается, вот Красный Крест пишет письмо, и это письмо доставляется получателю. Так кто здесь, что? Это в формате того, что когда была Вторая мировая война, российские солдаты содержались, ну русские солдаты и офицеры содержались в одних условиях, а британские, американские в других условиях, потому что у них были подписаны конвенции, они друг к другу относились по стандарту. Вот он позвонил только благодаря тому, что у него есть право звонка. Он когда попал в плен, по одной из статей и конвенции, у него сохранились его права. Вы с нами добровольно общались? Да, добровольно. У него было право общаться, он его использовал. Потому что мы люди, а вы в рашке в этой гробы, которая содержит в плену беременных, это даже в принципе в голову не налазит. Спасибо. Пожалуйста. Привет, Лид. Все у меня хорошо, жив-здоров. Видео не записала. Я же просил, сделай видео с плакатом возле школы в городке. Вот, и может даже мою фотографию распечатать, воткнуть. Но надо это сделать срочно. Маме ничего не говори. Не надо ничего говорить. Сделай видео, да, обязательно. Можно без фотографии. Давай, пока, люби. Я жду скорее обмен и твоего возвращения домой. Я жду скорее обмен и твоего возвращения домой. Я жду скорее обмен и твоего возвращения домой. Я жду скорее обмен и твоего выхода. Да, воткнуть. Продолжение следует...